ЧП с няней Этно-религиозных проблем Российского института стратегических исследований Игорь Белобородов В других городах тысячи нянь из Узбекистана Мы не можем сказать, что для них типично совершать где-то убийство Такое же где-то убийство могла совершить няня любой другой национальности С психическим расстройством Есть мнение, есть версия следствия И я думаю, что не напрасно Что у этой дамы, потерявшей рассудок Были подстрекатели И я допускаю, что эти подстрекатели Действительно использовали одну из религий Для прикрытия вот такого акта Чтобы накачать легкоуправляемого человека Негативной информацией Возможно даже каким-то руководством к действию Для внесения в российское общество Элемента этнической конфликтности Эксперт уверен, что необходимо поднять вопрос Об ограничении миграции И вовсе не из-за национального подтекста А просто потому, что именно национальный конфликт Пытаются создать далекие зарубежные сценаристы этнического Майдана Просто необходимо снизить накал этнических страстей в обществе Но и для нас самих есть работа Каждый родитель, отдающий свое чадо в детский сад Или тем более доверяющий его няне Он идет на риск Самая высокая гарантия безопасности Это, безусловно, отказ от нянь Это максимальный возврат материнской же функции в семью Сегодня какая ситуация? Абсолютно рискованная Когда родители, бывает, видятся со своим ребенком Общаются по 20 минут в день Это результаты научных исследований Это не цифра, взятая с потолка В то же время ребенок больше проводит времени в интернете За различными играми, за телевизором С нянями, с непонятной биографией и диагностикой Дети, они на том уровне анализировать как взрослые не могут Но они чувствуют, что родитель хочет от них избавиться Что он доверяет их абсолютно чужим институциям Чужим людям В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ Подписывайтесь на канал Накануне ТВ И смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение» Подписывайтесь на канал Накануне ТВ» Спасибо за просмотр!